Шестилетняя Алияна уже второй год борется с острым лимфобластным лейкозом. Простыми словами, раком крови. В прошлом году девочка получила полный курс лечения и болезнь отступила. Однако, через полгода случился рецидив. Раковые клетки появились вновь. Её организм слабеет с каждым днём. Но девочка не сдаётся. Алияна мечтает поправиться и учиться в школе. В стенах больницы она уже научилась писать, читать и рисовать. Алияна часто жалуется на боли в конечностях и руках. По этой причине одна днём и ночью лежит под капельницей. За ней в больнице ухаживает папа, а мама находится дома с её маленькими сестёнками. Её родителям очень сложно видеть дочь в таком тяжёлом состоянии каждый день. Для лечения девочки требуется дорогостоящая операция в Турции или Индии. Семье за полтора месяца нужно собрать 130 тысяч долларов. «Мы вынуждены обратиться к нашим соотечественникам, чтобы спасти жизнь нашей дочери. Для нас это большая сумма. Это самые ужасные чувства, когда у тебя болеет ребёнок. Нам очень тяжело. Сейчас мы получаем промывку, готовим организм Алияны для химиотерапии. В последние дни у неё частое бессилие и разражённость». Больше всего тяжело приходится маме Алияны. Особенно в тот момент, когда смышлённая девочка спрашивает, почему другие дети играют на улице, а я нет. Чтобы спасти жизнь старшего ребёнка, родители приняли сложное решение. Донором костного мозга для Алияны может стать одна из её сестёнок. «Алияна мне часто говорит, я устала. Почему другие девочки не получают уколы? Сколько мне ещё получать уколы? Почему только я болею? От таких вопросов мне очень больно. Нам врачи дали два месяца срока на сбор денег. У нас осталось только полтора месяца. На сегодня мы собрали всего 15% от суммы в 130 тысяч долларов. В ближайшее время мы отправим анализы наших младших девочек на донорство. Один анализ будет стоить 2 тысячи долларов. Уважаемые граждане, помогите нам спасти жизнь нашей дочки». Неравнодушные граждане, которые хотят спасти жизнь шестилетней Алияны, могут помочь последующим реквизитам, которые вы видите на экране. Родители девочки обращаются ко всем помочь осуществить мечту дочки, выздороветь и пойти в школу.